Привет! Рада тебя приветствовать на моем канале Тара Терапевтическом Любимого ТВ. Меня зовут Татьяна Любимова. Я природная ведущая. Дорогие, наши сеансы, конечно, более нужно относить к развлекательному формату. Тем не менее, это общий сеанс. И если вы настроитесь, то можете получить даже ответы на свои насущные вопросы. Вот такое волшебство. Это не истина в последней инстанции. Делите информацию на два. Но результаты могут вас удивить и порадовать. Итак, давайте сегодня посмотрим, как он там без вас. Что он чувствует, скучает ли, чем он занимается. Подумайте о человеке, о котором вы думаете. И давайте будем смотреть, что за человек, что вокруг него, то, что вообще происходит на данный момент. Какие энергии, в каких он энергиях находится, в каких делах. Значит, смотрите, здесь есть присутствие некой женщины. Это сразу девчонки говорю. Может быть, жена, подруга, мы не знаем. Просто есть. Может быть, действительно, это коллега и подруга, та, которая рядом с ним. Вот прямо в его поле может быть сестра. Сестра, которая оказывает некое влияние. А сейчас он по каким-то причинам больше бездействует. И здесь есть некая направляющая. Человек здесь больше поддерживает. Но, но, если вы четко знаете, что там присутствует, ну, как третье лицо, ваша вражина, да, то здесь эта женщина. Вот только в этом случае, да, если там действительно какие-то отношения. Он-то в паже сейчас стоит сам. Сразу хочу сказать. Вот он сейчас бездействует. По поводу предательства. Скорее всего, если он пропал, и как он без вас, и один из вариантов, есть такое, что он замолчал, хочет пересидеть, отсидеться, отлежаться, да, где-то, чтобы не попадать под горячую руку. Потому что, скорее всего, о вас стало известно. О вашей связи, переписке, ну, и так далее. Если такого момента нет, все-таки у нас общий сеанс, и, может быть, масса вариантов, да, развития событий. Пока у нас без конкретики. Мы пока просто делаем сейчас такую легкую диагностику. Он вообще, кстати, если ситуация третьих лиц, он будет отпираться, он будет говорить, нет, нет, нет. Даже если его с вами в разговоре, она прям реально застанет. Если нет третьих лиц, просто здесь подруга, друг, кто-то рядом с ним, обмен, вот именно женская энергетика, здесь идет, да, обмен этой энергией. Может быть, они обсуждают некие ситуации, когда кто-то идет по головам. Может быть, некая угроза бизнесу, да, совместному. Может быть, здесь какие-то плавные проекты, которые нужно беречь от, ну, можно сказать, от сглаза, да, от чужого глаза, от того, чтобы было чье-то внедрение. И здесь идет как защита. Что еще в его жизни, да, происходит, в каких он энергиях. Девчата, он сейчас планы какие-то строит, да, по поводу развития карьеры, бизнеса. Планов у него громадье. Он собирается этим заняться, но сейчас он, опять же, не делает никакие шаги. У него какая-то пауза, и он ушел в семерку. Пентакли, то есть вот это подтверждение, что действительно человек находится в состоянии выжидания. И что еще? Слушайте, ну здесь прям жертва, да, то есть он должен так перезагрузиться, найти какой-то выход из сложившейся ситуации, сложной для него, пойти что-то новое искать, да, потому что он подвис, подвис. А возможно, дорогие, он даже здесь подвис из-за того, что ему надоели какие-то отношения, которые никуда не ведут, не ведут ни к чему. Здесь ситуация качелей подвисшая, и здесь он может просто уйти, искать свое счастье. Но сейчас он находится в режиме ожидания. На паузе стоит. Это значит сейчас предварительно. Дальше. Девчонки, вот кто-то говорит, не слушайте там, не ваше, слушайте. И слушайте внимательно, потому что в любой момент времени может произойти ваш вот этот инсайт, так называемый, когда вы получите ответы на свои вопросы. Расслабьтесь, смотрите. От начала и до конца, кстати, сразу можете поставить лайк данному видео, мне будет очень приятно. И плюс ко всему это, конечно же, ваша благодарность, энергообмен. Это замечательно. Ваше спасибо за мою работу для вас. Давайте сейчас посмотрим. А что между вами? Интересное положение, что вольно, что невольно. Обходятся острые углы. Девочки, вы, многие из вас, скорее всего, видят, что он сейчас не в ресурсе, как-то модно говорить, не в ресурсе. Вы видите его такой, какой он есть. Он может быть красивым, импозантным. Внешне из себя представляет мужчину, который добивается своих целей. Но вы его почему-то видите без трона. Без трона. А он учится, развивается. Он растет. Но, видимо, медленно. Может быть, вы сразу думали, что он, знаете, такой, красивый, благородный и сразу много денег, большие должности. А он себя показывает, что он в процессе развития вообще. Может быть, новое что-то хочет построить. Плюс с вами у него идет обучение в плане отношений, как нужно относиться к женщине. Но вы, очевидно, были о нем гораздо лучшего мнения. Вашего вина, как говорится, лишь в том, что вы слишком хорошо о нем мечтали, думали, представили себе его таковым. Ситуация между вами в ближайшее время, вот сейчас, в ближайшее время, не ясна. Двойственность идет. У вас слетели розовые очки вместе с его короной или его корона слетела вместе с вашими розовыми очками. Давайте посмотрим, что он там по поводу вас. Дорогие, он вам действительно не додает. Он может пропасть сейчас. Вот прям, как говорится, как пить дать. Вы нуждаетесь в его поддержке, в собеседнике. Ну, что-то должно между вами быть. А он, посмотрите. Дорогие, ну, он же говорит, что он не женат, но действительно что-то есть у него. Или отношения, или этот человек не свободен. Все-таки так или иначе. Он прям встал сейчас, пожоночка, и стоит, ждет. Думает, как бы вас или отблагодарить за ваше терпение невероятное, либо что-то вам предложить. Ну, в таком-то зачаточном состоянии, вот на данный момент времени, может быть, человек в разводе или хочет развестись, или прекратить другие отношения. Но вам он реально не додает времени, какой-то поддержки, того же самого общения. И у вас крылышки, хоп, мокнут, тяжелеют, ваша взлетность нарушена. Вам нужна поддержка, вам нужно и доброе слово, и мужское плечо надежное. у вас состояние, знаете, когда есть такая усталость, а вы еще влюбленная, женщина-женщина эмпатичная, ищущая чувств. И здесь все на чувствах, на эмоциях, разочарования, с одной стороны, в человеке, да, вы действительно лучше к нему относились, гораздо больше ему доверяли, чем нужно было. И ваши крылышки, помните, как в Малефисенте, да, такой предательский жест был со стороны любимого ей человека, да, который обрезал ей крылья. Как это метафорично, девчонки, мне это так проняло этот момент, когда я в кинотеатре смотрела этот фильм, первый, первую Малефисенту, да, как это в жизни, вот эти предательства, с подрезанием, с обрезанием крыльев, да, ну, это что-то абьюзивное, это что-то, когда, ну, не распознал, вы распознали человека, а он вас нет, да, когда идет недооценка, занижение планки, ну, это все-таки абьюз, говоря современным языком, вы знаете, особой любви он не выказывает, но готов что-то изменить ради вас, причем в ближайшее время, обратите внимание на число 8, это может быть день, да, 8, 8, это может быть, 8 число каждого месяца, допустим, через 8 месяцев, через 8 дней, что-то может быть, число в дате рождения, или же некие сочетания, да, но может быть, особенно кто из вас любит нумерологию, вам будет это интересно, причем число такое, лимниска-то, да, восьмерка перевернутая, с одной стороны, знак бесконечности, с другой стороны, это и деньги, и очень много мистики, то, что между вами сейчас, и все-таки, давайте попробуем старший аркан, и, кстати, сразу старший аркан, нарушение стабильности и планов, возможно, форс-мажорные обстоятельства, те обстоятельства, которые от вас не завести, природные катаклизмы, политические какие-то веяния, да, пандемии и прочее, то, что резко меняет, да, течение жизни, или вот эти самые планы, стабильность, резкие перемены, но плюс ко всему, здесь, кстати, может быть и между вами разрыв, но такой, знаете, когда, возможно, нужно дойти прямо до дна, чтобы потом оттолкнуться от этого, да, и красиво, красиво выйти, да, пройти эти препятствия и остаться, как говорится, с красиво поднятой головушкой, да, при своем мнении, при, все-таки здесь стабильность, девочки, стабильность, вот нарушилась, да, что-то, претерпела изменения, но потом идет восстановление и опять стабильность, откуда ушло туда, возвращается, и даже он это подтверждает, он говорит, что тоже любит золотого тельца, неспешный, вот он еще неспешный, девочки, потому что, скорее всего, он земного знака или же, в нем сочетание сейчас идет такое, что он, ну, какая-то земная стихия, комфорт, да, работать надо, зарабатывать нужно, но не очень быстро, не резко, да, не хочет выходить сейчас из своей зоны комфорта, а как же он там без вас еще, про мысли, потом спросим, да, про, давайте, как он там без вас, подумайте о нем, в общем и целом, да, как он без вас, а потом мысли, чувства, на данный момент еще посмотрим, посмотрите здесь, как он там без вас, он избавляется от неких иллюзий, а может быть даже из того, что он сам может где-то прифантазировать, да, приукрасить, красным словцом, вставить, здесь идет, посмотрите, опять трансформация, здесь он очень хорошо должен проанализировать свое прошлое, да, чтобы здесь и сейчас уже делать шаги к прекрасному будущему, то есть вот что у него, как он там без вас, девочки, но между прочим, либо собирается написать и приехать, еще вот то, что он пообещал, да, какие-то предложения, да, он должен их осуществить, то есть хватит врать, говорится, все, по-старому уже нельзя, нужно переходить в новое, хоть и говорят, что люди не меняются, но бывают обстоятельства, и скорее всего, он даст о себе знать, и даст знать не просто словом, но и делом, возможно, будет признание в любви, возможно, без вас он сейчас, девочки, соскучился, даже невозможно, но это вот, а вот он и есть, ну вот о чем мы говорили, очень люблю свои арканы, свои колоды, благодарю всегда, девочки, ну как не любить, вы посмотрите, это рома магический инструмент, и вот мы проговорили земной, да, нам показали, король, пентакливый, любящий комфорт, медлительный, вы от него пока дождетесь, вот этих слов любви, да, проявлений, ну тут можно уже пару раз замуж сходить и развестись, девочки, медлительный, долго запрягает, и причем, посмотрите, вот, не все нужно о нем знать, не все понятно, раскрывается он не сразу, тут не то, что закрытая книга, тут еще на три замка закрытая книга, да, он сам в себе, и здесь не получится, знаете, что-то просчитать, как-то удачно, на эти момент, для взаимосвязи, и он сам чувствует, что у него, знаете, как бы пропала, вот какая-то фортуна, фортовость, фортовость, а с другой стороны, коли он уже полюбит, признается в любви, он будет против ваших тайных отношений, или непонятных, сиюминутных каких-то, захотели, встретились, есть удобное время, да, и разбежались, если у вас такие отношения, если вы в паре, семейная пара, он порвет с любовницей, ради вас, ну, или в целом, с другими женщинами, дорогие, и вот здесь еще посмотрите, давайте, вот его мысли, уйти от суеты, мысли говорят о том, что, знаете, он фаталист, он верит, вот, в пред, то, что нельзя уже предопределено, да, в предопределенность он верит, ну, и как бы, вот оно идет и идет, но шанс это нужно брать, да, если просто так сидеть, ничего не делать, то ничего и не получится, а у него тут некая эскеза еще, да, но он, скорее всего, что-то, либо неправильно мыслить, неправильно делает, суетиться он, конечно же, не хочет, но в нем нет гармонии еще, плюс ко всему, у него сейчас чувство баланса, оно очень сильно нарушено, а вот по колесу судьбы, что здесь еще ему идет, знаете, получать ровно столько, сколько ему нужно, вот не более того, если есть планы громадео, он там что-то учится, вот ему прям по потребностям сейчас только, да, а вот его планы, которые он себе, планы, которые он себе галочку поставил, да, пометил на полях, те, которые нужно реализовать, вот здесь будет что-то не сразу, и опять же не быстро, хотя будут все шансы даны для этого, все по потребностям, еще раз, да, не до, а супер изобилия, не до роскоши, скажем так, вот, и опять же, дела пересекаются, вопрос, что там в чувствах, да, у него к вам, а он весь такой материальный, он весь такой в думах, посмотрите, и вот здесь вот маг перевернул, то есть его дела идут сейчас не так хорошо, как хотелось бы, и как он надеялся, но еще шансы есть исправить, поэтому он может вполне, возможно, от вас сейчас абстрагироваться, вы можете действительно взять паузу, можете ли вы поругаться, можете, еще как, но по шестерке, опять же, мечевой, поругайтесь, потом встретитесь и помиритесь, будет очень тяжело, с тяжелым сердцем, он хочет вообще, вот, то есть у вас острые углы какие-то мириться, дорогие, он сразу подвисает, подвисает, делает хуже себе, но он хочет найти какой-то выход, давайте спросим, есть ли у него какое-то тайное желание по поводу вас, да, давайте, то, о чем он молчит, вот так, о, давайте, дорогие, в качестве бонуса лучше это сделаем, три будет, о чем он молчит, вы можете на один, вы можете разных мужчин сюда задумать, мужчины, загадывайте ваших девушек, его тайное желание, то, что он не решается, а может быть, озвучивает, ну просто, может быть, вы не обращали внимания, вот, можете на одного и все три посмотреть, пожалуйста, да, давайте, первое, его тайное, притайное желание вас, слушайте, ну здесь вообще красота, посмотрите, сами все видите, чтобы у вас была семья, чтобы у вас были дети, если вы уже взрослая, да, ну тогда вы внуки, или совместный быт, или совместный быт, ему нравится ваша ранимость, ваша, ваша иногда наивность, ему нравится ваша женственность, ему нравится, как вы ухаживаете за детьми, за взрослыми, за животными, да, как вы общаетесь, насколько вы мягкая, насколько вы добрая, и здесь он вас видит родственную душу, то есть ему вот это все нравится, может быть он как-то жестит, да, не показывает этого, вот, но, во всяком случае, если вы это знаете, да, вот то, что сейчас я озвучивала, значит, подтверждает, девочки, слушайте, вот здесь, смотрите, здесь такое ощущение, что просто как один человек вынужден сохранять суровость, мужественность, а на самом деле ребенок ребенка, и верит в чудеса, в сказки, иногда ничего не хочет делать, весь мир крутится вокруг него, эгоцентризм, я сейчас увидела вот этот знак, мне напоминает видение в моем детстве, причем мне было лет пять, но об этом я расскажу в чате, девчонкам, и замечательному нашему мужчине, который у нас есть в чате в нашем, а девчата в группе, ну, в группе, может быть, тоже расскажу, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал, на мой второй канал, магия, психология, Таро, замечательный канал, вот на любимого ТВ, основной канал, да, может быть, вы не подписаны, звоночки проверьте, есть или нет, они у вас подключены или нет, а индивидуально, если хотите обратиться, я смотрю экстрасенсорно, в каналах яснознания, ясновидения, смотрю по фото, на фантом, в общем, по-разному, считываю информацию, и практически тоже оказываю помощь, но это все мы с вами договариваемся уже в личном формате, в личном диалоге, вот, информация есть под видео, и в закрепленном комментарии, читайте, смотрите время московское, для написания ваших заявочек, чем могу, помогу. Дорогие, благодарю вас за ваши лайки, за подписку, за ваши донаты, пусть ваши финансовые потоки, только усиливаются, радуют вас и ваших любимых, до новых встреч, взаимности вам, пока-пока.